В регионе возобновили профилактический проект «Шаги к здоровью». Первая прогулка с врачом-кардиологом состоялась в парке Виновская роща. Как она прошла и где с врачом можно будет встретиться в следующий раз? Нина Коновалова придерживается активного образа жизни. Занятия в клубе долголетия не единственное увлечение. Зимой лыжные прогулки, летом танцы. Но и она решила прийти и послушать доктора. Выяснить, чем же опасен холестерин. Первым делом собравшиеся получили дневник артериального давления. Я так думаю, это полезно, потому что утром-вечером надо замерять их для себя. В какое время повышается. Поэтому я тоже буду вести этот дневник. Какие лекарственные препараты принимать, какой диеты придерживаться. Многое о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний прогуливаясь по парку обсудили без спешки. Врач-кардиолог ответил каждому. Тем, кто начинает принимать препараты статины, которые понижают уровень холестерина в крови, мы рекомендуем сдавать кровь на первых порах, как только назначили, это каждые три месяца. Дальше, когда мы достигаем уровень холестерина в пределах нормальных значений, мы сдаем кровь и контролируем раз в год. Проект прогулки с доктором реализуется Центром общественного здоровья и медицинской профилактики региона с 2015 года. Во время пандемии он был приостановлен, но сейчас консультации за пределами поликлиники вновь набирают обороты. С июля по октябрь у нас пройдет порядка 10 тематических прогулок с ведущими медицинскими специалистами, главными внештатами специалистами Министерства здравоохранения на территории парка. Это будет парк Виновская роща, это будет парк строителей, это будет Владимирский сад и другие парки. Беседы с доктором проходят в движении совершенно не случайно. По мнению экспертов, ежедневные получасовые прогулки на свежем воздухе снижают риск развития болезни сердца в 7 раз. Это универсальное и наиболее доступное средство профилактики. Кроме того, ходьба оказывает общеукрепляющее действие на организм, способствуя развитию опорно-двигательного аппарата и повышению иммунитета. Дмитрий Емельянов, Александр Рассохин, Вести Ульяновск.